Всем привет! Сегодня у нас уход за волосами. Я сегодня решила покрасить волосы, так как корни у меня уже отросли. Вот если вы видите, седые корни, и у меня их очень много. Вот впереди, сверху на голове, очень много у меня седых волос. Кто-то из вас спрашивал, почему я перешла с черного на блонд. Ну, поэтому и перешла, так как у меня волосы очень быстро растут, я их крашу каждые три недели. И когда вырастают корни седые, а волос черный, то тогда красить надо чуть ли не каждую неделю волосы, чтобы не выглядеть некрасиво. Мне не нравится, когда волос черный, и вот эти седые, они там блестят на солнце. Ну, какой-то контраст. А сейчас, когда я блонд, то в принципе вот не видно особо сильно. Вот так вот видно, да? Но особо сильно не выделяются эти седые волосы, поэтому я могу их красить реже, там раз в три недели, даже раз в месяц, ничего страшного особо сильно не видно. Особенно если не солнце. Солнце, конечно, отблескивает на седине. Чем я крашу волосы? Вот уже несколько лет я использую вот эту краску. Гарнир, десятка, белое солнце называется. Она, бюджетный вариант, она стоит в районе 150 рублей, 150, да, где-то. И она продается в магните, в пятерочке, то есть магазины, которые на каждом шагу стоят, они возле дома находятся рядом, и эта краска доступна, в любой момент ее можно купить. До этого я использовала профессиональную краску, и мне приходилось ехать в центр города, и когда я приезжаю, допустим, хочу взять две штуки, либо одна, последняя, либо нету вообще. И вот это мне приходилось постоянно вот эту краску искать. Ну и дороже она стоила. В общем, я от нее отказалась, перешла на эту, и я вполне довольна. Что касается опять-таки черного цвета, мне черный цвет волос шел, когда я была молодая. Волосы были длинные, черные такие, воздушные, и было красиво. Но потом уже, когда я стала постарше, мне стали, многие мои знакомые на работе, все стали говорить, что черный цвет меня старит. Поэтому я перешла тогда постепенно, так как черный цвет вывести очень трудно, тем более на длинных волосах, слой уже многолетний, в принципе, очень-очень трудно его вывести. Я перешла сначала на медный такой цвет, какой-то красновато-рыжевато-медный, ближе к медному. Походила с медным несколько лет, и потом моя мастер мне посоветовала, ей сказала, что я хочу светлее, вообще хотела бы на блог перейти. Она мне посоветовала делать мелирование, и с помощью мелирования постепенно пряди-пряди-пряди выбелять, и потихонечку переходить в более светлый волос. Ну и постепенно я мелировала, и когда уже, ну стрижку я стала, сделала покороче, для того, чтобы было, в общем, легче делать этот переход, и тем более концы длинные уже трудно было вообще высветлять. Ну и когда у меня мелирование дошло, уже много мелированных светлых волос, когда уже там этих темных осталось мало, в общем-то, я потом просто взяла и покрасила белый цвет, и в общем, все нормально. Поэтому, кто хочет с черного перейти, допустим, на блонд, советую, самый лучший способ – это мелирование, постепенным мелированием сделать переход. Еще хочу вам сказать, чем я ухаживаю за волосами ежедневный уход, не считая покраски. Я уже много лет пользуюсь шампунью «100 рецептов красоты». Шампунь бюджетная, очень хорошо мылится, очень хорошо смывается, мне она очень нравится. Ну, я стараюсь выбирать для всех типов волос. Вообще, волос у меня жирнеет быстро, поэтому для жирных волос мне тоже подходит, ну, и либо для нормальных волос выбираю. Такая шампунь, она бывает разная, репейник, пивной, там еще какое-то, то есть разное бывает, но я смотрю по типу волос, чтобы он мне подходил. На данный момент у меня вот сейчас этот. После мытья волос я использую бальзам. Ну, у меня на данный момент вот два бальзама. Этот бальзам «Фаберлик» мне очень нравится, я все время прошу дочку, чтобы она мне его заказала. Этот бальзам очень хорошо тоже наносится, очень хорошо распределяется, волос становится шелковый. В общем, его немного достаточно для того, чтобы уже был нужный эффект. А этот бальзам мне нравится своим запахом, но его нужно, может быть, чуть-чуть больше, но волосы после этого бальзама пахнут как будто французскими духами. И вот волосами так поведешь, и запах такой стоит. Мне очень нравится. Поэтому этот бальзам я использую редко, я его экономлю. Ну, может быть, там в гости пойти или куда-то на какое-то торжество. В общем, я его берегу. Ну, и потом, после мытья головы на влажные волосы я наношу вот такое масло. Это масло я покупала в Магнит Косметик, но оно тоже доступно, в принципе, найти. Это не какой-то там дефицит, ничего. Но мне нравится это масло, что буквально вот два пшика мне достаточно для того, чтобы я наношу, особенно вот на конце волос, руками прямо вот так по волосам. И волосы прям, вы знаете, блестят. Но нету такого, что масляное там что-то или что. То есть вот масло это мне очень нравится. До этого я использовала масло 7 масел или 8 масел. Я его покупала в Ашане, но так как я в Ашан сейчас уже давно уже не ездила, и мне за ним туда ехать неудобно. Поэтому я пошла вот в магазин, который поблизости, Магнит Косметик, ну из всех масел, вот мне посоветовали девочки вот это масло, и оно мне отходит, оно мне нравится. Я пробовала другие, вот у дочки там другие масла стоят. Ну вот это масло мне нравится больше. Ну а теперь приступим к покраске волос. Я открываю коробочку. В коробочке внутри находится инструкция. Ну я ее один раз прочитала, все запомнила, в общем, больше не читаю. Если вы переходите на новую краску, всегда рекомендую сначала ее попробовать где-нибудь на коже, нет ли у вас аллергии. У меня все нормально, на краске вообще аллергии никогда не было. Дальше здесь есть баночка, есть тюбик. Я это все выливаю сразу. Даже если я крашу корни, я не люблю, когда мне там чего-то не хватает, при том от корней я расческой распределяю дальше краску. Поэтому, чтобы уже там не экономить краску, чтобы мне ее 100% хватило, в общем-то распределяю все это на волосы, на все. Сначала начинаю с корней. Еще здесь есть бальзам, ополаскиватель и перчатки. Ну, в принципе, я перчатками почти не пользуюсь, пользуюсь редко, потому что краска это не печет. Ну что, приступим к смешиванию краски. Берем тюбик, обратной стороной крышки протыкаем его и весь я его выдавливаю. И выливаю вот весь этот пузырек. Сюда. Ну, а теперь я кисточкой все это хорошенько перемешаю, чтобы до однородной массы. Ну вот мы получили однородную массу и теперь приступим к покрашиванию. Я всегда крашусь не так, как положено, а так, как мне удобно. Вообще, я все делаю не так, как положено, а так, как мне нравится. Вообще, положено начинать красить волосы сзади. Но у меня сзади волосы короткие, поэтому мне их проще там уже покрасить и все. Я начинаю так, как уже привыкла за многие годы. Всю жизнь я красила волосы сама. Пробор можно делать кисточкой, но вот я привыкла расческой, вот делаю, как привыкла. Вообще, если честно, мне здесь вот сидеть, краситься не очень удобно. Это я села для того, чтобы было удобно вам снять это. Я стою над умывальником, там у меня зеркало большое, здесь немножечко мне что-то мешает. Ну, попробую так. Сзади я уже ощущаю, где я крашу. Но вообще, можно, если у вас есть возможность, поставить сзади еще одно зеркало, одно впереди, другое сзади. И вы будете в зеркале видеть, что у вас там сзади происходит. Но так как я крашу уже много лет, все время одинаково, поэтому я уже не смотрю, я знаю, что там у меня. В любом случае, я знаю, что все равно все прокрасится, никуда не денется. Музыка. Музыка. Музыка Когда я здесь дошла уже, допустим, до конца, ну вот, насколько я там вижу, ощущаю, я покрасила. Потом я перехожу на другую сторону, возвращаюсь к этому пробору и таким же образом крашу другую сторону. Ну вот я прокрасила еще вторую сторону и сзади. Сзади крашу, я вообще беру, вот эта краска, она не щепит руки, и поэтому я без перчаток, я беру, я просто ощущаю, где у меня волос сухой. Я там беру и прокрашиваю, а потом расчесочкой распределяю, вот и все. Также пройду по периметру, чтобы здесь все было хорошо прокрашено. Вообще кто-то может сказать, вот к чему вот это заморачиваться, дома краситься. Вы знаете, просто привыкла. Мало того, что с молоду начала, и потом не всегда были деньги пойти в салон покраситься. Не всегда было время на это пойти. И вот как-то так вот я, мои подруги, в общем-то, красили сами себя дома. Но если не было возможности друг друга покрасить, то значит красили сами. И я уже привыкла, зачем мне нужно к кому-то обращаться, если меня вполне устраивает то, как я себя накрашиваю, намазываю. Все, готово. Еще хочу сказать, если вы видели мою уже прическу, вообще мои волосы, да, вы видели, что у меня здесь белый волос, а сзади у меня волос темный. Потому что у меня сзади нет седых волос. Они у меня вот идут вот здесь вот. И там, где седые волосы, оно вот хорошо берется все. А там, где короткие волосы, седых нету. И вот даже я пробовала один раз, начала с конца, там продержала вообще больше часа. И оно вот не берется так, чтобы осветлилось. То есть получается неравномерный, как вы, вот образ. Ну, в принципе, меня это устраивает. Мне это все равно. Я, в общем, так хожу, как будто это так и надо. Я думаю, что, наверное, я немножечко волосы сейчас буду отпускать. Я хочу сзади, чтобы верхний волос отрос вот сюда. А здесь сделать чуть-чуть длиннее. Но я посмотрю, насколько меня хватит. В принципе, вот эта моя стрижка, она меня устраивает тем, что у меня сзади затылок дышит. У меня волос густой, и поэтому бывает так, что жарко, особенно вот в жаркое время года, и мне жарко, и у меня мокрая голова, и, в общем, волос не дышит, и мне хочется быстрее избавиться от лишнего. Здесь я оставляю, как бы, чтобы ушки были закрыты. Не люблю, когда они открыты. А сзади, чтобы вообще там у меня ничего не было, ничего не мешало. Ну, сейчас я буду пробовать немножечко отпустить. И, в общем, посмотрим, что из этого выйдет, насколько меня хватит. В общем, красочку я нанесла. Теперь я засекаю время 40-45 минут и буду смывать. Обычно шампунью. Вот этот вот бальзам я использую иногда, а иногда свой использую по настроению. В общем, голову помоем, бальзамом ополоснём, и потом вернусь я к вам. Когда я буду смывать, я сначала смываю краску под водой, потом один раз намыливаю шампунью, смываю бальзам и смываю. Потом волосы подсушу, но это уже я к вам вернусь. Ну вот, я смыла краску и опять вернулась к вам. Посмотрим, что у нас тут получилось. Ну вот, корни все прокрасились. Все замечательно. Теперь на влажные волосы я нанесу масло. Два клика. Распределю по рукам. И вот так. Сразу видно, какой блеск прям получается на волосах. Но это масло не жирнит волосы. Ну а теперь нужно высушиться. Девочки, у меня такой недетский фен. Он очень мощный. Но я покупала фен. У меня до этого фен был, даже есть, такой дорожный, слабенький. И очень долго сушит. В общем, долго и нудно. Я решила купить себе фен помощнее и с длинным шнуром. Но вот это единственный фен, у которого шнур 3 метра. Потому что у меня от розетки до зеркала, в общем, расстояние как бы приличное. И мне хотелось, чтобы не был шнур в натяжку. Ну, чтобы мне было удобно и, в общем-то, в разные стороны. Я поначалу не знала даже как. Потому что даже на единичку, когда ставишь, он очень мощно дует. Но, в принципе, я привыкла и приноровилась. В общем, сейчас я подсушу волосы до такой вот влажности. Ну, не совсем прям сухие, чтобы были. Ну, и не мокрые. До влажности. Потом начну укладывать волосы. Ну, вот я подсушила волосы. Сейчас они немножко влажные. И посмотрите, как у меня волос вьется сам по себе. И, в общем, на фаня нужно укладывать. Иначе это же просто какое-то безобразие на голове творится. Поэтому сейчас будем феном укладывать волосы. Для этого мне понадобятся круглые расчески. У меня три расчески разного диаметра. Кстати, вот эту среднюю я покупала в фикс прайсе. Нормальная. Остальные я в Ашане брала. Почему разный диаметр? Потому что разная длина. На длинный волос я большой диаметр использую. На средний волос средний. И там, где совсем короткие волосы, я беру маленький диаметр. Еще мне понадобится несколько зажимчиков. Для того, чтобы вот этот верхний волос собрать, я начинаю с нижнего волоса, а потом уже укладываю верхний. Ну, в общем, я обхожусь с тремя прищепочками. Мне этого достаточно. Сначала я уложу челку, чтобы она уже не мешала, лежала себе как положено. Вообще, по сути, я волосы выпрямляю. То есть, они вот пышные, в разные стороны непонятные смотрят. Я их просто выпрямляю и все. Но выпрямляю не так, что утюгом я не люблю, когда прям вообще прямые. Я их просто выпрямляю, но вы видели, как я хожу обычно. Ну, в общем, смотрите, как я это делаю. Ну, вот одну сторону я выпрямила, и сейчас я просто сделаю другую сторону. Ну, и так же сзади. Сзади я уже по интуиции, в общем, это все делаю, не глядя. Хотя, поначалу я просто ставила сзади зеркало, и в зеркало фронтальное я видела, что сзади делаю. И так же вот накручивала и сушила. Ну, вторую половину я сейчас сделаю, покажу дальше. Вот. Вот это я высушила. Теперь начинаю верхнюю часть высушивать. Но здесь вот волос такой длинный, поэтому с средним феном. А здесь уже большим. Не феном, а расческой. Вообще, хочу вам сказать, фен хороший, мощный, все, замечательный. Но единственный его недостаток для меня, он тяжелый. И чем мощнее фен, тем он тяжелее оказывается. Но я это не учла при покупке. И если бы я это уже знала, когда покупала, то я бы, наверное, взяла бы лучше меньшей мощности, но не настолько тяжелый. К нему надо привыкнуть. Это вообще профессиональный фен. Ну вот, одну сторону я сделала. Сейчас же так же уложу вторую сторону тоже. Я уложила волосы. И вот они у меня такие вот теперь уложенные. Еще хочу вам сказать, у меня есть вот такой крем-влеск для волос. Это Лондо Профессионал. Мне посоветовала эта моя мастер, которая мне стригла. Когда у меня была стрижка еще короче, чтобы волосы где-то там не топорщились, немножечко вот кремом смазываю. То есть я беру его совсем вот чуть-чуть, между пальчиками распределила. И вот там волосы, где какие-то там топорщицы, или слишком чересчур пышные, кончики, чтобы немножечко были, как такие сосулечки. Вот его можно использовать. В основном концы, чтобы они не были слишком распушистые. Ну вот, закончили мы мой уход за волосами. Если вам понравилось мое видео, если было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok